Ну, мы уже, так сказать, не первое занятие занимаемся двадцатыми годами и еще не кончили. Время было богатое в книжном отношении, богатое и не в смысле роскошных и дорогих книг, напротив, их почти не было. Но были книги интересные по художественным решениям, очень разнообразные. Появились где-то вот в девятисотых, девятьсот десятых и в основном в девятьсот двадцатых годах какие-то новые тенденции. В книжном искусстве выступали целые школы, предлагавшие различные творческие позиции и творческие пути книжного искусства. Книжное искусство оживает и становится одним из заметных явлений художественной жизни. Ну, мы о них говорили, это еще в предреволюционные годы футуристы, а потом конструктивисты, экспрессионисты, школы Паворского и так далее. Появляются люди с какими-то определенными принципами книжного дела. Предлагают их, часто теоретически разрабатывают, как Паворский, отчасти конструктивисты, которые много писали. Больше полемической литературы, чем чисто теоретической. И в разной степени все эти начинания вошли, потом вошли в историю книжного искусства и продолжали оказывать некоторое влияние на последующие развитием их книги. Вместе с тем, как незначительные были эти явления, нельзя сказать, что ими исчерпывался книжный рынок в двадцатых годах. Время пестрое, масса издательств государственных, а больше частных, которые, особенно частные, издают литературу, которую надо быстрее распродать. Рассчитанные на спрос относительно массовый, но спрос был не очень большой, тиражи были не громадные, ну по несколько тысяч, наверное, все-таки обычно были тиражи. Потом они сильно увеличатся. И процветало, и работало масса художников, тоже очень разных направлений. От последующего мира искусства, уже, так сказать, кончающего свой путь, ну, такой принципиальный путь художественного направления. Опять же, какие-то дальнейшие влияния его будут проявляться еще долго. Вот, и начиная от мира искусства и кончая влияниями всех новых тенденций, активистских, гравюных. Влияние плаката, политического и торгового, которые тоже расцветают в это время, активной политической пропагандой с разных сторон. И советской, и, поскольку шла гражданская война, в другую сторону, кроме-то, антисоветской. Влияет на обложку плакатов, влияет на обложку торговой рекламы. И вот эта массовая обложка 20-х годов, отчасти коммерческая, она тоже заслуживает некоторого внимания. Она тоже делает, дает картину эпохи. Она узнается, в смысле, так сказать, может быть, она может быть датирована просто по ее облику. Ну, опытным взглядом видно. Это сделано в 20-е годы. Хотя и не относится к такому принципиальному направлению в 20-е годы. Здравствуйте. Извините, мы не можем просто. Я хочу вас поприветствовать. Мы с вами знакомы, меня Юрий Назар взял. Я президент Союза дизайна. Красивый, ну, конечно, вы человек, известный по книгам, публикациям. А как у вас дисциплина? В истории русских русских книгах. Шикарно. Спасибо. Пожалуйста. Вот вышку, раз, айморка спорта. Так. Вот. Об этом массовом искусстве 20-х годов, так сказать, не принципиальном, не выдвигавшим каких-то особенных идей, а следуючески к тому, что книга была сделана, оформлена и в волновости продана, чтобы она была заметна, чтобы она выделялась, чтобы она, так сказать, привлекала внимание. Ну, несколько таких вещей я вам покажу. Ну, вот, например, книжечка, изданная в начале еще 20-х годов, ну, 22-й год, если не ошибаюсь. Изданная в начале еще 20-х годов, я вам покажу. И, в самом деле, вот эта вот изящная рамка, в которую вписан шрифт, именно вписан, а не набран, это не наборный шрифт, а рисованный. И рамка, где вот этот самый вот амурчик в парике 18-го века, такая ироническая деталь, я бы сказал, во вкусе особого. Это вот такие, значит, остатки мироискуснической традиции, уже, собственно, за пределами, собственно, мира искусства, как направления. Рисовал довольно известный художник Вениамин Белкин, делал много книжных работ в это время. Ну, она ведь внутри оформлена, достаточно изящая. С портретом автора, спокойно, вот тогда, как он сейчас с собой, с такими вот рисунками, подражающими отчасти гравюре, что тоже уже говорит вот о том, что это несколько критическое решение. Это явно, если есть следы, так сказать, гравюрного уже влияния, хотя гравюра только начинается, как творческое июля. И вот такая линейка над каждой страницей. Вот, ну, это один пример, достаточно случайный. Я взял просто то, что у меня нашлось дома на полках. Очень немного. Ну, вот художник Владимир Исенберг делает обложку к комедии Евгения Замятина, популярного писателя. В 28-м году книжка вышла. Ну, это статистическая комедия об англичанах. Сам Замятина был инженер-корублестроительный, потому что известный писатель. Стажировался в Англии и потом написал очень, так сказать, ехидную комедию в английских нравах. Вот она выходит в такой обложке. Обложка типична многими чертами. Ну, первое всего, шрифт. Он похож и на конструктивистский. Здравствуйте. Он похож на конструктивистские шрифты, но это явно не конструктивистский шрифт, потому что он в более сложном ритме, с какими-то украшениями, изменены пропорции букв, растянуты какие-то линии. И это тут есть, может быть, следы, так сказать, и тихуйнинских шрифтовых исканий, но в точке более спокойный. Ну, от конструктивиста это вот большие «о» в начале и конце слова общества. Что еще характерно? Характерно использование, ну, во-первых, жесткий ИСО, такой вот угловатый, жесткий, очень такой подтёркнутый графичный. Это и влияние плакатной манеры тех времен, и отчасти, так сказать, графики левых течений, там, культизированный несколько, шиматизированный. Немецкая рекламная графика дала какие-то импульсы этой обложке. То есть, что зацелилось с милю по нитке? Выразительное использование цвета. Обложка цветная, тут три краски. Чёрная такая, оливковая и сиренево-серая, я бы сказал. Вот. И... Но они не дают общего тона. Они... Каждая существует сама по себе и ведёт как бы свою линию в этом оркестре. Тоне этого рисунка. Это тоже вот характерно для массовой продукции такой. для массовой полиграфии 20-х годов. Полоскостность. Ну, есть два плана. Главные персонажи на первом плане. Такой джентльмен с ног. С такими протоколами под ножкой в шотландской юбочке. Красиво разрисованной. И ханжа священная. А там ещё идут какие-то одинаковые джентльмены. Они и вдалеке, и то и в времена этой плоскости. То есть, обложка. В общем, вещь вполне профессиональная, но, так сказать, как бы сказать, вне определённых целей. Так, просто вот. Ещё одна обложка. Знаменитый, много раз переиздававшийся книга Виктора Шковского «Сово или письма не о любви». Такая книга-эссе. Посетления о Берлине, любовных писем и так далее. Письма не о любви – это письма к возлюбленной, которая изобретила автору, писателя своей любви. И поэтому он пишет к ней, так сказать, вокруг этой темы. Очень изящная проза. И тоже вот шрифт похож на шрифт предыдущей книги. Он тоже, так сказать, несколько схематизирован. Вот такой вот шрифт без отсечек. И вместе с тем не такой гротеск, но гротеск с достаточно подвижной линией. Вот как сделаны К и С. Здесь такая лёгкая манерность. И в то же время это шрифт, который, так сказать, явно подчёркивает, что он не классичен. Что он уходит от таких старших. Вот обложка выглядела в витрине, в отличие от первой, которую я вам показывал. Которая могла бы быть и дорежуционной. По вере издали. А это уже обложка. Она говорила, что я сделаю на сегодня. Это вторая половина 20-х годов. Сейчас я перечислял. Да, конечно же, 29-й год. Художник Монс, архитектор. Ну, естественно, что обложка была отхожим промыслом для всех, кто умел рисовать. Архитекторы, дизайнеры, графики, желатисты. Все могли делать обложки. Это декоративный тип обложки. Тут вот такая скромная, изящная сеточка. Тоже очень типичная. Очень часто варьировалась, многообразно варьировалась в обложках того времени. Ну, у меня, так сказать, большого набора этих самых обложек не оказалось под рукой. А теперь о несколько другом. Хотя это продолжение той же темы. В начале 20-х годов в Нижнем Новгороде была создана большая типография, куда просто свезли в одно освободившееся здание, кажется, банковское, свезли машины, печатанные из всяких мелких, дорогих, соревновательных типографий. Назвали ее «Нишка-лиград». Стали участвовать в книге, конечно же, в журналах и прочее здание. Директору пришел молодой человек, Зорьев Николаевичевич Глин, он сказал, что он архитектор по образованию, и хочет поработать в типографии. А что вы можете у нас сделать? Вот у меня есть некоторые мысли по поводу наборных обложек. Его взяли, и он превратил эту типографию в одну из лучших в России, где заказывали хорошие книжки, именно когда нужно было сделать хорошо, выполнить типографическую часть работы, а отчасти и художественную, подложку, скажем, иногда даже иллюстрацию, заказывать стали и московские издатели, и разные другие, не говоря уже о местных, которые тоже были там. Николай Васильевич Ильин, ну, вот, ну, неважно. А, стараться, даже не вспомнить. Неважно, читать ничего не надо. компьютер, слава богу, рамка. Вот. Он был человек, тоже достаточно характерный для этого времени, с одной стороны, действительно, очень хороший техник, очень хорошо владелся разными техниками, графиками. Очень быстро освоил типографское дело, то есть, какое оно нужно, так сказать, ну, руководитель. Он сам не добирал это вещь, а стеренгатор, который он показывал, который тоже делал наборные обложки, в Москве, чуть позже. Ну, тоже почти в это время начинал. Но он подружился с наборщиками, с напечатниками, стал, значит, поощрять хорошую работу. И, кроме того, стал делать оформительскую работу в издательстве. Рисовать обложки, ну, неплохой рисовать, неплохой график, и набирать из различных наборных элементов. Вот мы сейчас посмотрим, что он делал. Ну, сравнительно ранние работы, 23-й год, Нижегородский календарь, справочник на 23-й год. Опять-таки, работа со шрифтом, который должен быть нетрадиционным, обновлен как-то, сделан несколько более манерным. На нем отразились влияния стиля модерн, пререволюционного, Нижегородский календарь, его называют еще. И, в то же время, так с какими-то и остатками классической шрифтовой, шрифтовой техники. Ну, вот эти самые, несколько обвисающие вниз шрифтовые петли, вот буква Р, буква Ж, с какими-то пережитками старого, до Петровского шрифта. То есть, он в достаточной степени манерен, этот шрифт. С точки зрения шрифтовой культуры, это не очень хорошо сделано. Он не робит. В центре, верхняя строчка, как видите, в центре она, кажется, пустой. Хотя, буквы поставлены тесно, но их насыщенность уменьшается к середине. То есть, это такая манерная, и в то же время изящная, по-своему, артистичная, ну, в общем, такая эклектическая работа. В центре, наклеечкой, по-видимому, сделан силуэт Нижегородского Кремля, одной из башен, и части стены, спускающейся вниз, туда откос, очень крутой откос к Волге. Такой характерный мотив Нижегородского, так сказать, примет, так сказать, Нижегородского, Нижегородского местного, так сказать, колорита. И тоже не без влияния уже гравим ранее. Еще одна, одна обложка. Ну, сделана вроде бы в том же духе, но это уже другое, это набор. Набором выполнена рамка из крупных линеек, из широких линеек. Набором таким существовавшим уже тогда таким гротеском, тоже не без изящества, проектированным таким, набрано в два цвета, набран в два цвета текст. Ну, собственно говоря, книжки не художественные, какое-то такое ведомственное административное издание, очевидно. Но, тем не менее, ему придается такой достаточно строгий и в это время более или менее художественный вид. но вот пошли более сложные вещи. Отчасти нарисованные вот это, отчасти выполненные тоже набором или, так сказать, стилизованные под набор. на верхней обложке воспроизведена библиотека Нижегородской коммуны и воспроизведена как бы газетная класса. Мне положена книга Ленина «Государство и революция», потому что здесь печатались в этой библиотечке работы Нижегородской коммуны. В обложках журнала «Красный студент» художник подражает конструктивистским приемам. Переход цвета в пределах одной нарисованной формы это тоже делали конструктивисты, заимствованы у них. Шрифт похож на конструктивистский, переход цвета с черного на белое, белого на черное, красный с черным колорит. Все это такие тесные не набор, конечно, тоже нарисован, начерченный, нельзя просто назвать, нарисованным этот шрифт, такой псевдоконструктивистский, я бы сказал, он все-таки не совсем похож на, скажем, на Родченко, шрифт. Все это, так сказать, тоже попытка привлечиться к новейшей полиграфической моде, в данном случае конструктивистской. еще один журнал, ежемесячный журнал, слово «Голос рабфаковцы». Ну, это уже какой-то такой, я бы сказал, очень самодельный, очень самодельный футуризм. Слово «Голос», как видите, раскидано по всей обложке, вот так вот читается. И к тому же еще в два цвета, рабфаковцы, по-китайски вертикально. Вот, рамка наборная, и вообще все это наборная обложка. Это выясняется, художник выясняет для себя возможности, художественные возможности набора. Но если, так сказать, теренгатор делает это принципиально, он ищет, так сказать, конструктивные возможности набора, то Ильин, не меньший, не меньший, может быть, технический мастер набора, да, стойте, не меньший мастер набора, вместе с тем не отличается особенными, так сказать, особенным вкусом, я бы сказал даже, и, во всяком случае, определенной художественной компенсацией. Он пробует разные варианты. Такое, такое, что бы нравится. Еще работа Ильина, отчасти наборные, обложки журнала. Ну вот, обложки одного журнала. 1924 год, первый, да, разные годы, разные годы. Используется и набор, опять же, псевдоконструктивистский, я бы сказал, здесь и здесь. Повторяется, мотив круга, который разделен цветом на части. И прямое подражание шрифту. Здравствуйте. Прямое подражание шрифту Чихонина, прямая имитация Чихонинских шрифтов, но Чихонин бы сделал это, наверное, поизящнее, ну, в общем, это явно срисовано оттуда. Но тоже дано вот таким странным зигзагом, который читается сначала по горизонтали, а потом по диагонали. Достаточно сложная, усложненная композиция, где есть все, где слово рабочее разрывается в какой-то фигурой лежащей, дымят трубы фабрика, где вообще масса символики и так далее. И так далее. Это вот любопытный наборный вариант с линейками пересекающимися. Тоже немножко более строгое, более такое уравновешенное и заполняющее полосу наборное решение. Заревались, я по-моему, тоже у них уже был набор, возможно, и как нужная для дела билетка. Это реклама. Реклама Павла Пасадских пустарных мастерских. Павлов Пасад, один соседний небольшой город еще с древолюционных времен славился на всю Россию железным металлическим промыслом. Слесарным делали вилки, замки, ножи и так далее. Клеечки, молотки. Использование фотографии. Такая декоративная композиция из рекламируемых предметов и такие вот укрупненные шрифты и цветные рамки. Это вот реклама и рекламный принцип 20-х годов где уже с некоторым использованием тоже конструктивистской стилистики уже удаются раскочить кто-то. Еще одна рекламная загметалл электротехнический отдел вот такая вот совершенно прямо из рекламы лампочка отмытая можно сказать с прозрачными бликами. очень изящная рамка сделанная тоже набором для разнообразия использования более таких классических типов композиции такая двойная рамка с заполнением ордаментальным заполнением тоже какие-то такие мелкие типографские наборные элементы и наборный шрифт. Ну вот характерная для Ильина композиция с так сказать экспрессивного характера построенной на движении шрифта но можно сказать достаточно беспорядочная и не очень удачно скомпонованная вещь с трудом читается автор просто зарезан этой самой синей полосой и так далее но тем менее вот это вот такая вот такие вот поиски и старания быть современным любой ценой за счет такой вот дробных экспрессивных скачущих прыгающих элементов главного зумнабора вот книга которая сделала не только снаружи но и изнутри попытка ну вот шмут титул это та же книжка обложка которую я сейчас показывал вот она внутри выглядит так тут есть попытка использовать по-видимому использовать набор в изобразительных целях очевидно карточные символы были в наборе и вот эти киноаппарат сделан явно из линеек и кругов наборной кассы слово кино набором вокруг тут цветная печать ну вот еще некоторые из этих обложек могли бы быть сделаны скажем телегаторов но другие в общем идут каким-то другим линиям изящный наборный наборный наборная обложка легкая гигиена труда в швейной промышленности чисто декоративный набор сеточка я вам показывал уже сеточки вот сеточка сделана набором из разноцветных линеек и так далее тоже тоже поиск какой-то такой где-то около я бы сказал около Лисицкого попытка набором осуществить такую вот динамику геометрических элементов что любил делать Лисицкий еще ну это тоже я бы сказал супрематизм наборный прямая попытка так имитировать Малевича в двухцветной печати а рядом книжка памяти Садовского где сделанные из линеек штрихованной поверхности напоминают отчасти гравюры Паворского прием введения в подложку гравированных лескосей то есть еще одна художественная школа того времени тоже обратила на себя внимание этого плодовитого не очень разборчивого так сказать многообразного в выборе приема художника и он ей воспользовался изящно хорошо сделано это наклеена эта фотография на серое паспорту хорошо выполнена рамка титульного листа Ильин постепенно обладевает типографским не только типографским процессом но и процессом построения компоновки графической плоскости еще одна выжигание потерь видимо учебный какой-то такой комплект чертежей инструкций который тоже вот так в духе времени конструктивистки разыгран близко к конструктивистам книга Маяковского сборник сотворений слонов комсомоля сатирический сборник который сделан в таком конструктивистском духе Маяковский работал с Родченко и тут уже я была прямая был прямой так сказать повод обратиться именно к конструктивистскому району не буду подробно анализировать их все как видите все очень разнообразные все мастеровиты все многие остроумны и вместе с тем вот как-то так не не ведут какую-то единую стилевую линию по искусству обложки ведут линию такого вообще такого установка на разнообразие на то что мы можем все все умеем и все все получается достаточно профессионально и в общем даже красиво появляются выворотные композиции ближе к концу 20-х годов скорее они характерны уже для начала 30-х на многих осях это уже другой автор вот все это как я говорил выполнялось не шпыли график чрезвычайно тщательно под личным надзором Николая Сильчинина свою ли обложку он делал или чужую делал с его нововведением сам он где-то потом писал что сделал чуть ли не 800-х ложек в большинстве случаев это были все-таки рам тут то что я вам показываю это снятый с монографии о нем сравнительно недавний и тут автор тоже подбирал то что ему было более интересно то есть более сложная композиция но было масса отложек чрезвычайно разнообразных наборных рамках из линеек разного цвета разной композиции широких и узких в разном сочетании и занимаясь в фондах Ленинской библиотеки 800 обложек я не видел но сотню обложек Ильина я видел уже не на книгах а в отдельных отборствах просто из кажется из его собственной коллекции чрезвычайно разнообразных и выразительных красивых в начале 30-х Ильин переезжает в Москву впоследствии он был главным художником Гослипетитата рисовал сам красивые обложки иллюстрации и в искусственном духе увлекался силуэтами издавал Пушкина силуэтами под Сомова а Фаворского когда у него встречал и говорил что для вас у меня работы нет было время когда Фаворский был в почете Ильин считал держаться строго партийной линией в этом вопросе другой художник о котором тоже стоит поговорить это московский мастер Иван Федорович Райльберг художник которого принципом которого была профессиональная культурная с хорошим знанием источника стилизации он тоже не был он не не очень впрямую подожжал классическим образцам умел их осовременить оживить но все-таки он шел в основном в такой классической в таком классическом ряду классической системе работал это номер 2021 года начавший тогда выходить журнал среди коллекционеров обложка ну в духе русского ампира я вам показывал ампирные обложки если вы еще их помните в массе дальнейшего долгих разговоров с рамкой обращенной внутрь но картинную плоскость он заполнил орнаментом она в чисто ампирном виде в ампире она была пустой с видетками ему еще понадобился нарядный хотя и очень простой орнамент все это графика шрифт написан кистью достаточно типичный для времени немножко манерный немножко своеобразный так сказать каждый художник старается придумать шрифт немножко другой чем у соседа ну я думаю что его шрифтовая шрифтовая культура повыше чем у Ильина где было очень много очень разнообразных и довольно грубоватых что ли фокусов но такой вот манерности он тоже не избегает чем-то его шрифт напоминает может быть метрохинские работы но метрохин может быть более строго ну и тоже в стиле ампирных политипажей и тоже несколько усложненный и обогащенный медальон с такой вот ляшущей какой-то силуэтной богиней на серой подложке все это напечатано на тонкой бумаге тоненький журнальчик бумажной обертки нарядные ну среди коллекционеров он рассчитан на людей с таким изысканным вкусом на тех кто коллекционирует старые вещи старинные вещи ампир у них в почете это близко к кругу мира искусства но журнал обложка журнала в другом стиле журнал художественный о музыке но в то же время он революционный он ретендует на современность называется музыка и революция и поэтому классический в своей основе шрифт он так сказать ну подвергается вот такой вот обработки такими вот зигзагами вот эти вот прерывающие дрожащие это и намекает и на музыку наверное и вероятно на революцию тоже вместе с тем обложка строго классичная красиво выписанная мастер знает что такое шрифт умеет им пользоваться умеет его сделать ритмичным и в то же время без пустот сложное место между двумя буквами которые трудно сблизить шрифт довольно тесный впечатление пустоты не остается все-таки и вот такая вот достаточно лихая и красивая вещь это августа 21 да это 26 год вот вот не веру это сборник памяти умершего писателя и художник стеризует на обложке такой цветочный венок сочный сочный маней 24 год красный красный и черный характерная траурная дама советская и траурная тяжелый шрифт очень художник очень четко ставит очень твердо решает задачу здесь нет так сказать вот ильинского метания из стороны в сторону от одних приемов к другим обложки все разные но все они ну ясно выдержаны в одном смысловом ключе он знает что обложка должна сказать читать как дать дать ему определенное представление стихи сергея шервинского называется денек сборник стихов оформлен в чисто декоративной манере такой вот как бы воскутное одеяло или такой ситчик выразительный таких обложек было много у самых разных художников вот обложка в сеточку обложка из пересекающихся линий в два цвета и вместе с тем чрезвычайно нарядная и богатая при обычной двуцветной печати и собственно в примитивном рисунке шрифт как всегда у реплика очень конструктивен такой прочный устойчивый прямой и вместе с тем не подражающий старым образцам скажем девятнадцатого века новый он двадцатого века это тоже у него совершенно ясно по пропорциям по подъему средней линии буквы Н и так далее по жесткости начертания таких букв К века и тоже рейдберг это Жюль Верн приключенческая книга о путешествии капитана Гаттераса путешествия полярные путешествия и силуэтный корабль затертый льдами это связано с сюжетом шрифт как видите похож на предыдущий вырабатывается у художника характерные лично для него написания буквы В средней линии недостающие основного штриха там была такая же это ус с загнутым вверх хвостиком тоже мы ее по-моему видели в предыдущем здесь не было нет здесь она есть еще вот ну и так далее два цвета серый и черный и белый который образуется потому что введена выворотка Леонид Гроссман в записке Дуршака Петербургская хроника 1836 года это книга об убийстве Пушкина Дуршак это один из участников событий Леонид Гроссман литературовед написал ну такую полуисследованию полу повесть об этих событиях и вот для ее оформления Рербер использует мотивы русского ампира классическую решетку она же может быть и символ символ так сказать какой-то неволи в которую попал Пушкин и символ времени символ духа времени и классический более классический шрифт относительно более классический потому что приглядевшись все-таки тоже можно узнать приметы невозможные более времена детали мы видим что художник имея достаточно широкий диапазон все-таки в основном держит линию классики модернизированный упрощенный синтезированный чуть-чуть русской классической это окажется очень востребованным в следующем десятилетии так что угадал сходили сходили в развитии русской культуры удачно совпал с ним и он будет потом одним из таких одной центральной фигур оформления книги 30-х годов именно из-за этой классичности московский художник он работал в Москве а это работы Петроградского художника Сергея Пожарского Сергея Михайлович Пожарского тоже крупного мастера книжного оформления он начинает в обложке а в 30-е годы когда книжное искусство окончательно и уже так сказать можно сказать официально разделяется на две самостоятельные ветви иллюстрирования отделяется от оформления от графики так сказать организующей и украшающей книгу он тоже становится отделом иллюстрации но в основном становится как и Рэбл художником внешней внешней внешности книги а не ее глубинного содержания но вот несколько его обложит 20-х годов 26-29 год как видите вот тут тут и Ромен Ролан это одна из драм о революции любовь и смерть выходит в серии новостей иностранной литературы и рассчитана на читателей интересующихся новинками ну символы революции фасции древнеримские революции использовала как один из своих девизов и копья восьмигранной восьмигранной медальоне очень строгое оформление тоже в основе классических и шрифтов более декоративные более декоративные правочные изящные решения какого-то романа названием шалость соответственно он и так немножко более шаловливо оформлен сатирическая повесть английского автора кумира мистера Таскера со свиньей в короне в медальоне такие вот все это очень типичные массовые обложки в 20-х годах сделанные хорошим мастером опытным и опытным мастером декоративного убора книги еще это тоже пожарский это тоже пожарский вот видите различное в зависимости от идеи обложки работа со шрифтом то подражающим готике отчасти готическим круговидцам шрифтам горестная жизнь в французе иону то есть поэте 15 века французском гранитный сад стихи о летнем саде ленинградского поэта сделала рождественского классическое оформление приключенческая повесть на дне лондона ритмическая разработка поверхности которая намекает на множественность эпизодов романа увекательность каких-то сюжетов в нем прячешься и политическая книга русского НТ то есть партизаны каких-то это обложка 25 года тоже пожарского романа Эйнбурга «Жбач» сделан более динамично вот тут расчет на то чтобы взять читателя динамикой этой формы и такой вот повествовательный повествовательный уже сюжетная обложка где так сказать видимо какой-то мелодраматический сюжет монахи вооруженный генжалом что сказать веселого острова 23 год тоже пожарский эта обложка была очень популярна воспроизводилась как образец удачной обложки в специальном сборнике в 27 году вышли две книжки что характерно в Ленинграде и не в Москве посвященные именно обложке обложки 27 года и какой-то выставки обложек то есть уже явление было замечено как характерное явление времени что-то вот такое что следует изучать изучать статистически и отчасти вот в художественном плане брошюра популярная брошюра и попытка создать такой вот новый советский орнамент из символов новой власти действительно красиво скомпонованное и орнамент может быть распространен и развернут на любое расстояние бесконечно и тоже достаточно характерен для времени записки актера Каратыгин это издательство издательство Академия 29 год Академия много издавала мемуары мемуары в середине 19 века мемуары актера известного в медальоне мы видим фасад Александринского театра и медальончик с портретом актрисы а вокруг рамка такая вот вроде бы подражающая наборной но на самом деле конечно как и все здесь нарисованное от руки достаточно изящно таким трепетным почем два цвета вот двухцветность иногда мы видели и три цвета бывало но чаще всего двухцветность оказывалось достаточным чтобы придать обложке облик такого декоративного богатства это еще один художник московский москвич фамилия он погиб в лагере видимо главного княжеское происхождение а не за такие москвич 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 был моряк участвовал в морярных экспедициях много рисовал популярных научных журналов того времени и вот дойдет вот его такая тоже характерная немножко плакатная обложка скорее всего этнографическая книга о северных народах еще его обложка песенка нового паровоза Новик Прибой морской писатель участник сусимского сражения и начавшись деятельность писателя с описания сусим большой роман сусимов в свое время популярный сейчас совсем забытый и тут тоже что-то такое на аналогичные темы какие-то морские приключения между жизнью и смертью шрифт у Голицына такой довольно плакатный явно преувеличен явно рассчитан на то чтобы запомниться быть увиденным прежде всего и такая двухцветная плоскостная и характерная до 20-х композиция художник Петр Лякринский очень известный московский художник который сделал массу обложек обложка знаменитой книги Бабли Канармия книги в которой были большие споры тогда и в которой имело много изданий это обложка одного из них которая нарисована Лякринским причем тут уже совершенно ясно что имелось ввиду гравюру на дереве она уже была 26-й год гравюра была в самой моде и не столько Фаворский сколько Кравченко был образцом для этой композиции которая однако же нарисована вовсе не нарезана на дереве гравюрный штрих здесь чистая имитация довольно ловко сделано символическая композиция со скачущими красноармейцами красные звезды на шлемах тучи пыли пересекающие фигуры лошади ну а вот такой вот шрифт идущий в разнос ну у Ильина мы видели более лихие использование шрифтовых композиций вот Бабель написал гадя и в строчку но шрифт тоже выбивается и идет в каком-то таком ритме конной скачки ну автора этой обложки я не знаю Пельняк тоже был популярным писателем тогда книга о поездке в Японию книга очерков названа «Корни японского солнца» здесь использована какая-то композиция такого вот тухи японского рисунка может быть просто заимствованная скорее всего где-то заимствованная из какого-то источника связанного с Японией тут есть иероглиф написанное что-то вот рядом с этими самыми типично японскими знаками но что характерно и что не сразу заметно надо приглядеться шрифт есть набор был такой шрифт эпохи модерна предреволюционный шрифт который еще был в типографии и вот он оказался подходящим и очень лихо его удалось связать с японским рисунком вроде получается близкие рипы обложка остроумная кто я сделал я не знаю тоже характерно для времени художник Алексеев обложка сборника сборника рассказывает молодого тогда Вениамина Коверина в новой масти начиналась группа Серапионов и братьев которые входили Каея Коверина начинала свою деятельность издавала первые свои книжки тоже такая чисто декоративная композиция чисто декоративная композиция с характерно стилизованным шрифтом приемы там уже некоторые знакомы в оформлении букв но они здесь немножко схематизированы еще геометризированы я бы сказал как видите все это очень очень разнообразно хижинский питерский тут его марочка вот здесь читается он делал гравюры известный гравюр но это обложка видимо все-таки не гравированные а просто нарисована написан написанный шрифт собранец изменения Ольги Форш один из томов роман современники 30-й год ну я думаю что вы приглядели уже к этому ряду это супер обложка одного из сравнительно еще редких переплетов хотя это тоже уже где-то на границе 30-х годов по моему повесть Константина Федина пустырь тут используем в основном цвет сочетание двух так характерно выбранных красок зеленый и лиловый дает цветовую тему что ли некую тоже опять-таки шрифт написан как видите наборный шрифт ну наборный шрифт широко употреблялся в это время на обложках но в общем все-таки много было шрифтописанного неизвестный мне художник то есть неизвестный художник не обозначенный на книге тогда не всегда считал что-то ремесен видимо все-таки предоставили что-то ремесен работа и имя художника не обязательно ставить на книге часто его не было могли бы оставить имя там корректора даже наборщика а вот художника не обязательно здесь его нет вот книга Шкловского Матей Комаров житель города Москвы Матей Комаров был мощный писатель человек 18-го еще века писал он был служителем какой-то госпожи жил в центре Москвы против Пашкова дома был ее дом в доме служителем торговал какими-то собачками комнатными и кроме того писал романы для самого такого простонародного читателя который только-только умел по складам выбирать книжки о нем Шкловский сделал исследование написал книгу это не роман не повесть это исследование литература репеста и вот он так оформлен тоже вот может быть с использованием каких-то глядюрных приемов но вот в очень крупном масштабе укрупненном вот такая скромная обложка типовая скорее всего реприк судя вот по мы уже видели это вот как в пишется в слове лев буквы я с очень тяжелым верхом и крошечными ножками это вот такие вот ну может быть кто-нибудь из подражателей учеников мог сделать но вообще говоря тут не обозначено кто это кто автор обложки но скорее всего разырка и обрамление тоже в его характере в его стиле так что даже вот такую простую вещь как обложка безымянная можно опознать и выяснить насмотреться достаточное количество выяснить кто что делал это наверное все сейчас сделаем перерыв ну у меня нет этих самых слайдов нет картинок дальнейшего но я покажу кое-какие книжки и мы начнем следующую тему с книгами в следующий раз я продолжу то что я вам рассказывал в последних лекциях я уже показывал несколько детских книг среди других но это были так сказать книги специфически экспериментального характера такие как два квадрата лисецкого как вот это самая модный сборник сделанный Питуричем и так далее но детская книга была в 20-е годы получила очень большое развитие в 20-е годы и нужно сказать что она именно русская советская детская книга этого времени считается и одним из высших достижений культуры этого времени художественной культуры в частности этого времени именно 20-х годов и это качество признано не только у нас но и за границей эта книга очень широко известна специалистам и считается особенно значительной и важной появились специальные издательства в том числе частные многие книги издавались государственным издательством сами задачи которые ставились перед художниками детской книги писателями тоже в значительной степени изменились работали для другого читателя для другого ребенка и в детской книге 20-х годов нам нужно поговорить отдельно и довольно подробно потому что это действительно было замечательное и значительное и имевшее большое влияние на дальнейшее развитие нашей культуры в пределах детской книги возникали свои творческие направления ставили свои общие общезначимые задачи художникам и это достаточно интересная черта и естественно внести свой вклад в эту книгу старые мастера детской книги уже известные художники главного художника мира и искусства старших о детской книге мира и искусства мы уже говорили но вот ее продолжение было и в 20-е годы потому что ряд художников остался в России и было издано несколько интересных и очень своеобразных книг ну вот книга которую сделал Добужинский Свинопас Андерсона считается одним из шедевров этого художника сделана она в 17-м году так датированы рисунки но издана позже издательство для которого она предназначалась в сложных условиях времени не выжила и издал книжку потом другой издатель причем за границей в Берлине но на русском языке и в России она была известна и продавалась поэтому тоже явление русского искусства книжка Свинопас она известна это это репринт недавний и здесь многие черты которые были у книжек издававших издательства Джебина здесь тоже сохранились та же изящная очень подвижная очень такая каллиграфичная графика Добужинский рисует пером цвет только под краска идет по уже готовому рисунку который даже если снять все краски кроме черного останется будет существовать как полноценный рисунок что бывало не всегда вообще-то но но для мира искусства и для Добужинского в частности это характерная черта нарядность одна из черт книги другая черта тоже очень характерная вообще для этого направления это ирония ирония может быть обращенной не к ребенку потому что вряд ли он ее уловит и поймет он будет следить за сюжетом и видеть облик персонажей а вот взрослый читатель читает сказку поймет что это сказка ирония осмысляет иронительность и что она забавная сам художник в общем делая некоторый так сказать наивностью повествования восхищенность забавляется причем любопытно что это проявляется даже и в шрифте в том числе в который введено сердечко пробитая стрелой вот очень характерен для того же вот такая вот и все сделано в этом вот таком же ироническом мужчине и пенсольцев и принц он же свинопас и кражевский дворец невероятно роскошный и конечно полный старший и замечательный композиция где прицессы отвергают розу предлагает кто-то ими рисунки только все такая забавная художная игра в халате в халате выгляда выгляда в халате со свинопасом который перевяженный криц все очень забавно весело очень нарядно очень красиво одинаково понравится и родителям и детям как король видит как принцесса поцелуй сюда пасу из окна 20 сад покупает сегодня это вызвал уже не андессона это то что всегда хрог засмешничающий вот синопас уже в виде принца подтверждает принцессу которая его не отсидела но это так сказать вступление потому что в общем я говорю книжка 17-го года то есть в сущности еще зарываются хотя и вышло позже а вот книжка сделана уже позже в 25-м году когда Добужинский был за границей он уехал сравнительно рано в первые годы 20-х годов он был по рождению литовец и значит его отпустили в Литву там он работал в театре некоторое время но потом живем в Париже и в других местах это уже другая история но в отличие от многих других художников он в течение 20-х годов продолжал иметь дело с советскими царствами его книги печатались в России и многие но было нескольких изданий книжек Добужинского была азбука мне кажется даже не одна он сделал очень выразительные красивые сказочные иллюстрации к трехнадцатикам Юрия Олеша тоже собственно детская книжка для детей постарше и вот эта книжка которую я показываю сейчас тоже в репринте это Гармарий Чуковский одна из самых веселых иноярных детских книжек 20-х годов великолепных великолепных Чуковский автор текста рассказывал в своих воспоминаниях впрочем он все истории рассказывал по-анесскому разу каждый раз по-разному но в общем в принципе разговор шел о том что вот они гуляют на Бружинском поле в Питрограду и забили на Бармарееву улицу есть такая улица действительно на Питроградской стране если не ошибаюсь и стали бы если друг с другом спорить размышлять кто же такой Бармарей по имени которого назван улица на самом деле по-видимому это искажение фамилии Бравли это одна из теорий ну в общем общими усилиями они выдумали злодея Бармареев сказочного Чуковский написал стихи а Добужинский сделал к ним такие замечательные картинки изобразил Бармареев синий галстучка и красный повязки а также африканский бурей который участвует тоже в действии очень красивая надпись совершенно Бармарейская это вот Бармарейская шрифта вот и не ходите дети в Африку гулять начали в начале естественно рисована Африка где обезьянность в Африку в Африку в Африку где дети страдают потому что Александр в Африку это ракодина не ходите в Африку гулять в Африку и в Африку и в Африку в Африку в Африку Весь смысл сказки в том, что изображаются очень страшные вещи, невероятно страшные, кровавые и страшные. Весь смысл вы изображаете невероятными вещами, и вот что-то тоже изменяется. Добужинский это умел, где регуляют палку, где-то у нас были карты, это родители, которые не разрешают идти в Африку, ну формулей по всей красе. Ну, опять-таки те же самые пределы рисунка, то есть вот каллиграфия, рисунок, кровь, подгиб, бойки, легкая цветная сказка, хорошо построенная страница, всегда законченная, целостная позиция, сколько бы вещей разных тут не было нарисовано. и очень теплее рисунок, и ту самую, ту самую, ту самую как-нибудь вишу. Доктор Айболит, который спасает детей, который совершенно похож на две страницы. Рука Бармарея, его хватает и бросает в костер. Рука Бармарея, его хватает и бросает в костер. Ну и всякие люди, которые решатся. Рука Бармарея, превратившуюся в костер. Книга «Недея Южный» издательство «Радуга». Это было замечательное издательство, частное, которое издавало лучшие в улучшем стране детские книжки. 100 лучших книжек, аж в 20-х годах было, из-за частного издательства «Радуга». В государственном издательстве требования были несколько другие, и не всегда они совпадали, собственно, с требованием художественного. Требования были сугубо воспитательные, а воспитание было достаточно, так сказать, в определённом духе задумано. Ну вот, так сказать, книг, в мире искусственных книжек у меня с собой сегодня только две, я в следующий раз, наверное, покажу ещё несколько уже в компьютере, потому что кроме Догужинского работали и другие художники из этого круга, в частности Чихонев и Нитрухин. Этых книжек я покажу в следующий раз. А сейчас покажу ещё о одном художнике, который имеет отношение к миру искусства, хотя он человек следующего поколения. Это важно, что у мира искусства, который уже как направление кончался, и, собственно, те художники, которые остались в России, продолжали работать, как метро, который жил долго и продолжал работать до 50-х, если не 60-х годов, я не помню точно, когда его номер, вот это уже, по-моему, в начале 60-х, 90-летнего возраста. Но он уже, собственно, не был художником мира искусства, это другая история, мы о его поздних работах будем, наверное, говорить отдельно, если дойдёт учить. А вот другой художник, Владимир Михайлович Коношевич, который начал работать в начале 20-х годов, он в значительной степени унаследовал принципы и способы работы, художественной работы и сыром мироискусства. Продолжил мироискусническую традицию и обогатил её, и освоил. Но это имя у нас уже было. Я вам показывал его работу для взрослых, иллюстрации к сборнику Фета, который он сам составил, с очень красивыми и очень поэтичными картинками, что, в общем говоря, для лирики. И лирику очень трудно иллюстрировать, сделать так, чтобы найти между стихами, тем более такими, тонкими, как у Фета, и рисунком, и ясные и поэтичные связи, которые не мешают воспринимать стихи, а помогают. Но, кроме этого, и, собственно говоря, в первую очередь известен Коношевич как детский художник. Он делал бесчисленное количество детских книжек, совершенно несчастливое, потому что я всех тут не видел, хотя видел очень много. И, ну, буквально там, одна задушка приняла бы сказать, что вот здесь у меня с собой несколько его книжек, штук шесть. В общем, это достаточно, чтобы с вами познакомиться, по крайней мере, с его вещами двадцатых годов. Ну вот, он начинался с каких-то азбук, которые мы тоже мы увидим в следующий раз, а вот его книжка, сказка «Кот в сапогах», тоже второй год. Тоже очень живой рисунок пироп, может быть, чуть посвободнее, понегрежнее, так сказать, не так каллиграфически отточено, как у Добужинского, хотя Коношевич был великий каллиграф и великолепно сделал надпись и шлифт, очень нарядный. Вот он позволял себе делать, быть свободнее. Кота еще надо рассмотреть, чтобы увидеть, что это кот, и что он в сапогах, и что он размахивает шляпой, и что он под деревом, и так далее. Ну, как ложка. Живой шлифт тоже, тоже придуманный свой, но о шлифте Коношевича он еще отдельно, как поговорить. Ну, Коношевич – рассказчик и сказочник. Это художник, именно, прежде всего, сказка. В этом его детстве. Тоже, не без иронии, в виде такого памятника сделан титульный лист. Это монумент с гелястрами, где изображена, так сказать, по фрезе сцена из сказки, якобы скульптурная. Ну, и вот, начало. Вильница, в которой начинается рассказ, и очень характерный шрифт Коношевича. Разрисованный, фигурный, украшенный. Мы увидим их несколько, и вы увидите, что он очень, так вот, интересно разработан. Это, в общем, родственное Догожинское. Тут довольно много общих, да, у них вот силуэток персонажей. Можно навести какие-то такие общие черты. И просто в виде не пера несколько другой. Более неврежный и легкий. Не такой пруд. Нарядная книжка, многоцветная. Ну, я именно эту книжку в уговне держал. Не знаю, в какой дежурке она была сделана. Судя по большому количеству цветов, в реальности это была высокая печать. Тогда, кстати говоря, это важно знать, в 20-й год для цветной детской книжки основным способом печати давал очень хорошие элементы. Это была не такая. Иногда сам художник писал на камне. Ну, не сам, не в очень частых случаях, но все-таки. Владимир Васильевич Ремелев говорил своим ученикам и помощникам, вроде бы нарисовать на камне сами, чтобы почувствоваться авторского уха. Но не все, наверное, к этому прибегали. Перерисовывал на камне специалист-метограф, ну, конечно, теряя в изяществе почерка что-то, но, значит, достаточно добротное и выполненное. И был несколько позже использовался и способ фотоинтографии, когда, значит, с помощью растрера уже переносился цвет. вот, ну, опять-таки, злой разбойник с народом. Опять-таки, эти преувеличенные ужасы, которые вместе с тем все-таки не очень страшны, потому что понятно, что это все понарошку. Книжка хорошая, красивая, все-таки не самая лучшая у раннего Коношевича. Вот эта книжка от своего года, переиздана она уже в наше время. Ну, одна из лучших детских книг Коношевича в 20-х годов, из таких, которые выпадают, выходят и выступают из этого бесконечного ряда нарядных и здравомо-придуманных книжек, это «Пожар машины». Книжка в 1823 году. И почему-то издательство, это тоже издательство «Радуга», молодому художнику не захотело поручить обложку. Ну, как-то нашло, что он еще так, не вспомню, не заслужил, что ли, к этой чести, хотя так просто. И поручил обложку Боису Михайловичу Кустовичу, тоже был искуснику. Он тоже работал в детской книге в 20-е годы. И он сделал вот такую обложку, очень сложную, где буквально почти весь сюжет рассказывал, потому что вот он, горящий дом, итак, вокруг злота лба, иллюзии, и все эти события. А здесь собираются на пожар пожарные, стоит кулача. В общем, это, ну, Кустович, прежде всего, это писатель. В этом он, пожалуй, не очень похож на художнику и искуснику, он тоже красавчиков. Именно вот в своем пристрастии к быту, к провинциальному особенному, к подробностям, к красочным, в частности, подробностям, но и, вот таким, будничным назовем. А вот и дульмирист, наверное, такой же могла быть и обложка, уже делал нашилище. И это уже совершенно другое дело, совершенно другой ритм, совершенно другое цветовое решение. шрифтовое решение, очень подвижно, иронично, и, в то же время, драматично. Тут Санашевич удалось соединить многие в какие-то себе непротивоположные качества. Книжка была напечатана на такой вот желтоватой бумаге, это в руках репринт. достаточно хорошо сделанный и цвет бумаги, которые мы подобрали похожий. И напечатано в три цвета, в три краски. Чёрный, красный и жёлтый. И это даёт, вот, краске пожара, совершенно, так сказать, точно и полно. Здесь, ну, во-первых, очень хорошо изображена девочка Лена, особенно героиня сказки. Она в такой рамке и в окружении пожарного дыма. А на детском листе я вам хочу особое внимание обратить на шрифты. Вот это уже очень характерный шрифт раннего Канашевича, очень выработанный, очень выразительный, очень красивый и очень детский какой-то вот. Ну, часто говорят, что детям нужно давать шрифт попроще, чтобы, вот, так сказать, они ещё читать очень умеют. Канашевич с этим не считался. Канашевич сделал шрифт, наоборот, сложнее. И вместе он очень детский, очень живой, очень подвижный, очень такой, ну, в ритмной книге, так сказать. Вот он ритмичен. Весь в таком вот кругом движении пера. И в таком же, в таких же движениях мы видим пожарных, которые качают насос, а главное слово «пожар» написано красным по-жёлтому, и одну там же совершенно огненную. Ну, и посмотрим, как выливается сказка. Она выливается, вот так вот, в том, как вылезает телочарк, но не так протокольный, как у пустого дела, очень натально, позитивно, острый. И горящий дом. Вот этот вот цвет пожара, он, конечно же, разработал безумительно. Чёрный тут вот, серые облака дыма. Она сделала. Тут можно поверить, что он сам рисовал на камне. Он это мог, наверное. Сделано очень мастерски. Либо он был великолепно летожен, либо скорее он рисовал на камне. Ну, это, конечно, восклижено в сетом, это уже не литография. Литография даёт блестящую поверхность изображения, и довольно густую, и плотную. А цвет, конечно, даёт тонкий слой краски, и совершенно латовый. Так что разница есть в регионах, но я думаю, что она минимальна, и она вот тут не очень важна. А чем они по камням рисовали? Ну, вот техника вот эта. Ну, по камням рисовали, были разные материалы. На камне можно рисовать специальным карандашом литографом, можно рисовать литографской тушью. Ну, это всё вещество, содержащее, во-первых, краску, чёрную, и жир, который должен сделать поверхность восприимчивой к краске после химической обработки определённой. Здесь, видимо, использовано и то, и другое, потому что вот эти облака, похожи на рисованный карандашом. Пожарные, всё другое, надо скорее тушить. Ну, рисуют, естественно, тут три камня, которые надо разделить. Естественно, рисуют. На всех рисуют чёрным цветом, то, что будет красным, жёлтым. Здесь уже специальные технологии работают. Вот. Ну, вот. Сюжет драматический там, пожарник. Пожарник Кузьма скасает кошку. И этот драматизм художник сумел передать. То есть сделал достаточно драматическим, и вместе с тем вполне по-детски, и без, как сказать, переживок. И, пожалуй, без излишней ироничности. Хотя, пожарные здесь вообще такие забавные движения характера. Ну, и вот, опять же, мироскустический приём, обравнение традиций какими-то символическими элементами. Это, с одной стороны, ещё в мироскустической традиции, но уже каким-то, в каком-то изменённом виде, развито переходящим уже какое-то другое качество. Вот это вот. С выручкой разворотом, наверное, таким драматическим и так далее. Вот. Вот. Более поздний вариант обложки пожара, видимо, в Панашевичем. Одна окраска, видимо, предполагались другие. Это, видимо, единственный чёрный печаток или тушевый вариант. Тоже 23-й год. То есть это, видимо, к тому же, это они сделаны. То есть вот обложка, видимо, должна быть такая. У Канашевича сделали и запечатали обложку в студии. Мухи назвали. Ну, потом эти стихи назывались «Муха-цакатуха» после какого-то издания, наверное, после пятого кантура. Следующее издание было название «Муха-цакатуха». Может быть, немножко менялся и текст Чуковского. Но Канашевич был любимым иллюстратором Чуковского и сделал у нас и его книжек. Ну, не только его, «Муха-цакатуха» и другие поэты, но такое вот сочетание Канашевич и Чуковского очень характерно. Ну, вот очень типичный орнамент у Канашевича обравление этой мухиной свадьбы вот такими вот лентами и кружевами, льющимися, подоживая его в природе своей украшательной. Раскающий, очень забавный раскающий, всегда придумывающий массу подробностей к тому, что есть в достаточно тратных обычных детских свежках. И еще более характерно для него, что он украшательный. Украшательный, ленталист, шрифтовик тоже лентальный. Ну, это лохорье-принт на прозрачной бумаге, которая все испортила, но, тем не менее, можно представить себе, какой была книжка. Ну, тоже нарядная, тоже страшная, где насекомники превращаются в людей, принимают человеческие позы, художник, это все очень удается, подистать. Иногда и страшно, вот такой вот хок. Страшно. Другие. иронически транспортные двери. И нарядные рапки на каждой странице. Не знаю, был ли там такой желтый цвет, я, наверное, что-то не верю. Я не помню, видимо, когда они сделаны издания, но не думаю, что это, что оно было не такое. Но, во всяком случае, графка, так, по нашли. Вот. Ну, я могу вам показать одну книжку, не в поздней перепечатке, я говорю, а в поздней. Забытая, малоизвестная книжка сейчас. Вот такая фоэтесса Надежда Павлович, которая тоже писала стихи, в частности, и детские. И тут уже можно посмотреть, вот как выглядели эти книги. Это издательство Брагаус и Эйфрон, которая параллельно печатла энциклопедию, но и детские книжки. Очень хорошая часть. Есть здесь указательства на типографии. Типография. Брагаус и Эйфрон. Ну, в основном, это всё-таки чёрные рисунки, и они, видимо, всё-таки с таких. Не лидография сделана, а с штыкового пляши. Вот. Капризник Тики, это, конечно, кошка. Кошек у Канашевича было много. Это его авторская монограмма. То есть, он тиболка Владимира Канашевича. И протрет Кошечки, который тоже вот трактован в таком орнаментальном стиле, я бы сказал. Шерсть его превращается почти в арнамент. И характерный, опять же, очень характерный шрифт Канашевича, который тоже можно всегда узнать, и он вообще такой выразительный, и всегда нарядный. И он, наверное, красивый, как вот юбилейные адреса. Он написал таким вот шрифтом и разбрасывал между двух и святочек. И еще одна из уст, вот такая речь лежала. После, в 50-х, конечно, готов. Очень было красиво. Третий лист. Ну, это вот желтоватая бумага. Ну, она, видимо, еще и пролутила дополнительно. Она не была чисто белой. Я бы была желтоватая изначально. И в нашей речи такой бумаговик белый. Да, это бумага Берже. Типичная для мира искусства они ее очень любили. Тут бумага подражающая вручную бумагу в начале 19-го века, в 17-го века. Ну, такая немножко манерная девочка. Такого кусочка орненника. Косты и пространства выразительные рисунки, конечно, не без манерности. Косты и пространства можно заполнить кузовом. Ну, и небы простые. Ну, и лекушка, надеюсь, тоже очень красивая. стежки 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 очень так сильно приятные. Ну, то есть, работает старательно и не дает себя, так сказать, соблазнить филтуру. Вот. Собака тоже очень хорошо. Движение животных, конечно, стилизованные, конечно, не натуральные, но, действительно, все очень выразительные и точные. И вот такой вот каллиграфизм мира искусства продолжает жить в 20-х, в середине 20-х годов. Вот. Ну, и такой книга нашего 4-го показывает. Это тоже 25-й год, то есть, одновременно с этой книгой. Маршак, дом, который построил Джек. Ну, смотри, поближе. Дом, который построил Джек. Это тоже лепит. Незнакомые нам игры с рамкой. здесь особенно богатые и со шрифтом. Выразительный герой лист. Здесь стоит целые книги. Это, конечно, добавлено на печатку. герой лист. Ну, и те же животные, которых мы только что видели, как есть людей, в общем, с теми же движениями, с теми же жестками, также стерилизованы, может, немножко иначе стерилизованы, но тут больше людей, они тоже очень забавные. Девица куда и строгает то и второе безумие. Молодцы. не боится ввести в цветной рисунок тимуэт. У него это как-то получается. Не увидит нелега. Нет. Ну, это, собственно, сборник. Тут само стихотворение заглавия занимает два первых разворота. Там всего два. Вот. То есть вторая была в расходе. Вот. А дальше идут другие английские песни на переводе Варшака, Виснец. Вот подкова раз-два я готова. Вот это как у него две стороны листа позволяют ему дать больше красок. на каждой стороне кроме черной есть еще две по-моему краски. Здесь коричневое зеленое, а здесь коричневое веселье. Это дает книги уже большие богатства укротники хорошо знали свою типографику достаточно огромную типографику и умели ее использовать. и использовать надо ее делать он будет значительнее. в и в в в и в и Это Юрий Алинков. Ну, мы уже, опять же, этого Юрий Алинкова знаем хорошо, потому что говорили о его 12 блоках и о других его книгах, которых он сделал в начале 20-х, которых очень много, потом он мигрировал и работал в операции. И это уже уходил. Тут он не работает, скажу прощения. Слушаем. Так. В числе книг, которые делал Алинков, было несколько детских. И наибольший, наверное, известный, что пользуется Майдадер, который переиздавался, по крайней мере, два десятка раз. Уже когда сам художник был давно за границей, картинки все выходили и выходили. Потому что просто никто уже, наверное, не брался заново делать эту сказку. Вот настолько она точно и выразительно получилась у Алинкова. его специалистическим прием рисования, его динамика, его, так сказать, такое вот напряжение, энергия, которая вказывалась в само движение пера, в самый штрих и острота композиции, которая делала. Все это очень живо и продолжало работать в последующих поколениях. И другой шрифт, тоже другой художник, тоже со своим шрифтом, тоже с характерными приемами использования шрифтовой, старой шрифтовой культуры и его деятельности на новый язык, на новые лица. Смотрите, вот это вот буквы частично закрашенные, частично контурные. Если контрастные, то это достаточно типичный Алинков. Ну и подвижная графика, бегущая линия, необычайно динамичная. Я лежала просто с теми, а не боюсь перекосить пространство, повалить печку, чтобы дать большую остатку рисунку. Мне очень понятна точка зрения, может показаться, точка зрения сверху, судя по падающей печке, но на самом деле главный мотив на рисовке не сверху. Что очень характерно для времени, на многих книгах мироскутнических мы это видели, я, по-моему, пока обращал ваше внимание на то, что это было… Хотя книги, конечно, издавались, и довольно большими диражами диражей повторялись, и они шли, так сказать, в публику. Это было все-таки в какой-то степени домашнее производство, и они любили посвящать книги друг другу, звали детям. Вот на этой книге есть посвящение Чуковского и Анякова. Чуковский в мурке, чтобы умывалась, может, это его дочь, рано умершая, Юрия Альникова, герушке и дымку, чтобы зубы чистили. Сначала Аня-то попросил маршака разрешения делать посвящение одному своему другому приятелю, он, значит, ну, Чуковский скомпоновал два посвящения в один и другие листы. Ну, вот, геяло умерло, улетело просто. И все, видите, пошло кувырком. Что? Характерно для Анякова. Ну, как видите, Аняков тоже рисует линией. Длинной, текучей, энергичной, напряженной. И, в то же время, совершенно другая линия, чем мы берем искусников. У них совершенно отсутствуют именно декоративности, нарядности, которые так расцветают у Канашевича. Искусство графики дает возможность, ну, вот, самим характером почерва передавать очень разные ощущения, очень разные состояния. И вот эти примеры очень хорошо видны, скажем, почерк. Канашевич из почерка маленького, они современники, ну, в какой степени ровесники, не помню. Вот здесь, может быть, совершенно другой, другая энергия, другая экспрессия вложена в изображение и в какую. И композицию, которая закручена с невероятной силой. Ну, современному регланку это все уже совершенно непонятно, потому что мувальник сейчас не может бегать. А в то время еще стояли, я еще застал такие вещи почему-то у зубных врачей в комнатах. В кабинете обычно стоял такой мувальник в виде деревянного шкафа, который доливалась сверху вода, а снизу ставилась в кабинете. Если никуда не была приведена специальная генетика, то находились вот такими способами. Вот такой же, вот такой мувальник, и изобразили вот этим чудовищем. Шуковский и... Каник тоже. Ну, современный реглан в стене, уже бегать не может. Да, мог хотя бы передвигаться с помощью человеческой силы. Вот. Собраны по лавеи, которые бегут. И бег по улице. Все это очень разыграно, очень богато. И все, кто мываются по утрам, гусяты и гусяты, все они здесь тоже очень веселые. Так, что драматические иллюстрации к двенадцати не мешали сделать потом и такие, вот, очень веселые, хотя, вроде бы, почти в той же манере выполненные. Даже с той же подвижностью выполненные детские книжки. И, как видите, книжка эта черная, одноцветная. Здесь, кроме обложки, где-то, 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 где-то. Цвета нет. И это, в общем, типично для времени. В общем, цветные книжки были еще, так сказать, ну, с сравнительной редкостью и особым подарком. Сейчас черная детская книжка – это что-то уже, как бы, не совсем полноценное. То время это еще полноценное художественное редкостью. Как-то, как-то, где-то, 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 где-то. Так же, как-то, где-то, где-то, где-то. И, например, самое выродительное и интересное деталь. Здесь, кстати говоря, Майдадыр весьма похож на дедушку Корнея Ивановича Щуковского, но на самом деле Корнея Ивановича здесь тоже живет. Вот он, это Корнея Ивановича Чуковский и Юрий Болыч Аминков. Это такая автор-карикатура, которая тоже вошла в какую-то традицию, и во многих книжках Чуковского авторы, художники его изображали достаточно смешно, но, видимо, не обидно в виде. Ну, слишком и все, у нас еще остается полчасика для того, чтобы говорить вообще, вообще в общих словах адвоката Гадас и о детской книге частности. Вот. Ну, пишите, почему просветает детская книга. Слово по себе это нужно, нуждается в объяснении. Причин было много, но значительную роль, конечно, играли причины неудобственных. В условиях достаточно, во-первых, достаточно жестких идеологических ограничений детская книга все-таки давала возможность, хотя не помню, об этом мы тоже будем говорить, ну, быть свободным, жить в мире детей, а не в таком страшно становящемся, страшноватом взрослом мире, в курсе древолюционной. Мир детских интересов и, так сказать, детских вещей детского пространства. Это одно. Художник, который, так сказать, идеологически не мог столковаться с советским издательством, с советской цензурой, он находил свое место в детской книге и там, куда ли хорошо ли, работал. Но, может быть, в таких художников ходили не самые лучшие детские книжки, они, кстати, тоже требуют несколько специфического вкуса именно к этой работе, но у многих это совпадало. Во-вторых, детская книга – это естественный способ в условиях достаточно тесных и нищих интервенций. Достаточно нищий оказалось в постреволюционную пору. Это был хороший заработок, это был заработок, так сказать, ну, которого хватало на многих, потому что рисунки, скажем, взрослые книги появлялись не так уж часто, богатых издателей не делали. Большинство книг выводили без иллюстрации, обложками, обложки, так сказать, могут, конечно, кормить, но очень много их надо сделать с разных. И детская книга была естественным, с такими от кожи хоростом, естественным и часто интересным приездом, заработком для людей, для которых какие-то другие пути заработать на жизнь были закрыты. Было много детских изданий, а дети в одной очереди. Человек, у которого, может быть, не хватало денег купить книгу себе, все-таки ребенку, все-таки книгу покупал, но я же ее рисовал. И книжек был много. Это одно. Второе, все-таки менялось со временем, менялось и отношение к детям, к детству, к детству как к особому состоянию. В XIX век практически, понимаем, почти не говорили кого о детской книге, детской книге и не знали. Если делали детскую книжку, то рисунки, в общем, мало чем отличались от того, что рисовали для взрослых. Дети, ну, они были маленькими и взрослые, и они должны, так сказать, дорасти до взрослого возраста и остаться такими, какими они есть. Ну, немножко воспитаться и обучиться. Что детство есть особые, ну, можно сказать, стихии, особый мир со своей культурой, со своим ощущением мира. Это поняли где-то на рубеже XIX и XX века. В России, по крайней мере, кое-где-то было раньше, но в Англии очень качественная детская книга, уже вполне детская, начинается где-то с последней четверти XIX века. Тоже ненамного раньше, но все-таки. А в России вот первые детские книжки, собственно, детские книжки, они выработались вот первые два десятилетия XX века. И это отношение к детским, к особому миру, к нему детей, не как маленьких взрослых, а к людям особого мира, который, кстати, интересен для художников, оно продолжало развиваться. И оно дало детской книге 20-х годов, особенно в лицею лучших мастеров, лучших представителей, таких, как Нашевич, с одной стороны, с его интересом к сказке, к рассказу, к деталям, к повествованию. С другой стороны, как Владимир Васильевич Лебедев, о котором мы будем в следующий раз говорить, который создал целую школу детской книги в России, с его предметным отношением, понимаем, такого предметного отношения ребенка к миру, разрабатывали вот эту вот тему современного детства, современного ребенка в современном мире. И в мире сказки, то есть в фантастическом мире, и в мире реально, что становится особенно актуальным и важным именно в советские годы, потому что в мире искусственная книга из мира сказки и игрушки ребенка редко выводила на белый свет. А вот книга 20-х годов, она уже в очень большой степени книга, обращенная к живой реальности, достаточно сложной и бытовой, и политической, и технической. Все эти стороны современной жизни, которые мы видим, нашли очень широкое отражение именно в детских книгах, причем в детских книгах самых маленьких, в которых считали нужным, так сказать, обучить всему этому и привить все эти вещи с самого раннего детства. Шла, в течение всех 20-х годов шла и очень обослилась в конце концов, в первой половине 30-х, борьба вокруг детской книги, в частности, вокруг графики детской книги, но и вокруг текстов. Вот борьба за то, как понимать ребенка, как понимать детскую книгу, что ему нужно давать, каким его надо видеть и воспитывать, и что для этого должен делать художник, а чего делать, в коем случае, не должен. Я говорю, что одним из лучших, если не лучшим издательством была частная «Радуга», которую основал журналист Кличко и приглашал тех художников, которые его интересовали, и заказывал технически, которые интересовали его. А в госиздатель, а позже в «Молодой гвардии», в основном государственном издательстве, на детской книге был госиздатель в первые годы советской власти, господствовали теоретики детской литературы, детской книги и вообще детской жизни, которые опирались на авторитет Надежды Константиновны Крупской, которая работала в «Меркомпросе», и кулировала детскую литературу и детскую книгу, и отчаянно воевала с кондивантом Чуковским, которого она ненавидела, и о котором написала, где-то еще в 20-х годах, в 1928-м, написала и напечатала чрезвычайно злобную статью. И возналась песен двойкому, которые защищали Чуковскому от нее. «Вы живут, вы хвалите вашему Чуковскому, а вот рабочие дети его совершенно не понимают. Он лежит для ваших интеллигентских детей, для наших революционных его меньше». Это была такая идеологическая установка, которая на детскую книгу, в общем прекрасную и замечательную в этом веке, очень влияла. И вот во всем этом нам предстоит просматривая эти детские книги, разбираться. Было два центра, где издавались детские книги. Ну, Гафло и Ленинберг. Их книжки выходили не совсем одинаковые, несколько разные. Художники были, естественно, разные. Ну, если в дореволюционные времена москвич Кнебель издавал в основном ленинградских художников, потому что москвичей занимавшихся детской институацией было мало, и таких, которые бы устраивали издателя требовательного, то в это время уже в Питере, в Ленинграде работали. И в городских художников, и в русские академии «Зорвств», и гурировал их в большинстве случаев Владимир Васильевич Ебетов, а другие исходили из нерисурсических и честных старых принципов, то в Москве была более сложная и простая картина. Здесь тоже было много частных издательств. В частности, был такой издательский «Мириманова», «Помощь семье и школе» она называлась. Но это издательство издавало книжки не очень высокого вкуса, продолжая какие-то революционные традиции, сытинских книжек, издательство Сытина. А что выходило получше, большей частью выходило все-таки в посылках. В Москве, если в Ленинграде было... Ну, были, конечно, художники, которые стояли особняком от общего движения. В основном это были мастера, для которых основное занятие было не... детская книга, и вообще не книга, скажем, «Джемпись», ну, детский книжек и тело, Петро Водкин в Петере, и тело по-своему, в своей Петро Водкинской манере. То в Москве, большей частью, было много направлений детской книги, было много тенденций разных, разновидных, и московская книга представляет собой довольно пестрое море, в котором разобраться труднее. Но на это в следующий раз все-таки попробуем сделать. Там были и наследники треперинационных изданий, не именно искусственных, а более таких полугубочных, и не террористических. И, наоборот, были крайне левые художники, которые делали очень иногда выразительные книжки в «Онангардистовом» точно. Вот, теперь, скажите, есть у вас какие-то ко мне вопросы, потому что я, наверное, свое сегодняшнее... Задачу выполнил. Ну, еще немножко есть. Ну, все, понятно. Задачу выполнил. Ну, хорошо. Значит, мы будем заканчать все детской книгой, и потом, ну, не знаю, удастся ли мне вот всю и московскую, и питерскую. Третьим центром был Киев. Там были свои художники и свои книжки. Это был... Центр был послабее, меньше, вот, пускал книг, чем Москва и Питер. Ну, кое-что интересное и так делалось. Но, наверное, на этом у нас уже не хватит времени, потому что время, наверное, прожимает. У нас, например, когда кончается учебный год? Сколько у нас еще дается? Ну, если еще в июне... Сколько июня? Третью июня. В середине июня? В июне еще есть. Какие? Я думаю, что, я думаю, что к маю, конечно, придется. А если в июне, то мы еще успеем подробно. Нет. Раз в две разы, или в последнюю годы? В последнюю годы. То есть до конца мая. До конца мая. Ну, это еще у нас темное время есть. Время. Почти весь 20 век надо пройти. Вот так. Были разные периоды и периоды, которые, в общем, можно почти пропустить. Так, под ктирам пройти. А были периоды, которые надо говорить подробно. Хорошо. Все, да? Ну так, все. Спасибо. 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 Продолжение следует...